Сомнения, вопрос, так ли уж люди не повинны. Были философы Ницше, которые говорили, что человек виновен, все виновны. Ну, может быть так, может быть и так, но людей ужасно жалко. И совершенно очевидно, что несмотря на препирательства, пропагандистские препирательства, все равно факт остается фактом. В Днепропетровске в жилой дом попала ракета, убиты, погибло много мирных жителей, не погибли никакие военные жители, какие-то были объекты, кто-то говорит, ракета была сбита. Ну, никто не говорит, разумеется, что ее специально туда пустили, эту ракету, как и никто не говорит, что украинская система ПВО, если она, тоже специально пущена. Ловит на ослове Арестовича и ловит на ослове других каких-то пропагандистов. Еще раз скажу, это все значение не имеет. Эскалация очевидна, бои идут по нарастающей, очевидно, что поставки оружия Украине западного будут нарастать, но не такими темпами, чтобы адекватно отвечать на то усиливающееся давление, которое мы наблюдаем с российской стороны, которое, значит, так недавно как бы с удовлетворением отметил Путин, что, дескать, все идет в согласии с замыслами Генштаба, согласно планам Генштаба и так далее. На прошлой неделе, конечно, несколько у нас, как всегда, мы, устроившись поудобнее перед экранами наших компьютеров и телевизоров и поедая попкорн, поучаствовали в этом ток-шоу «Лайф» Вагнера против Министерства обороны. И опять-таки мы, если вот чисто просто рационально, разумом как бы идти по этому пути, пытаясь понять, что есть Вагнер и что есть Министерство обороны, понять это невозможно. Невозможно понять, и у нас нет опыта в голове, который нам позволил бы соотнести с какой-либо исторической ситуацией обстоятельства, которые мы узнаем из информационных каналов. Оказывается, есть какой-то ЧВК Вагнер в России, еще раз, у которого, как говорят его руководители, есть своя авиация, система залпового огня, причем тяжелый, типа «Ураган», фактически стратегического назначения, ну, по крайней мере, не стратегического, ладно, оперативно-тактического назначения, с дальностью стрельбы более 200 километров, допустим. Чего там только нет, задаешься вопросом. Аэрокосмическая группировка, стратегические бомбардировщики тоже, что ли, есть? И мы поневоле начинаем думать, а что же это такое происходит, что это за Вагнер такой? И откуда он взялся? Потому что мы не можем поверить, что он никак не соотносится с российской армией. Просто невозможно в это поверить. Никаких частных компаний в мире нет. Ни Black Waters, никто иной не обладает такими возможностями привлечения тяжелого вооружения, концентрация его на поле боя. Стало быть, это является какой-то частью российской армии, которая находится в соответствующих отношениях с какой-то той частью российской армии, которая за последние годы обрела некую самостоятельность в действиях и возможности принятия решений. Что это за часть? Моя версия. Я не хочу сразу никого обидеть. И ко всем людям, которые воюют, сражаются, являются там храбрецами, если они не совершают военных преступлений, я отношусь, ну, как относятся к храбрецам? Как относятся к тем, кто не пытает пленных, не мучает их, не пытает мирных жителей, не расстреливает, не убивает журналистов, просто из желания убить журналистов и так далее, и так далее, и так далее. Нас интересует вот этот системный раздрай, который, очевидно, постепенно машина под названием государство, который имеет официальное отношение, даже титульно, генеральный штаб российской армии и Министерство обороны, забирает под себя все военные ресурсы на поле боя. Меня поражало несколько дней назад, как подключались известные разные вип-персоны к промоутингу, значит, продвижению, раскручиванию ЧВК-вагнер. Сергей Марков. Сергей Марков, который работает с администрацией президента. И вообще я наблюдал, анализируя эту компанию, как говорит Андрей Петрович Девятов, по разведпризнакам, Я сделал вывод, что сам по себе ЧВК-вагнер, он не существует как отдельная некая группа. Это является как будто некой вершиной айсберга, а айсбергом является огромная часть, огромная система власти, которая бросила на пиар, на раскрутку ЧВК-вагнер, возможно, полностью достойного с точки зрения военной храбрости и самоотверженности в боях, того, чтобы о них слагали там саги, скальды, брецали на своих, значит, скандинавских инструментах и пророчили им вальгалу, как, собственно говоря, и положено тем, кто взял себе Питит Вагнер. Они должны стремиться туда, куда там стремились Сигурд, Нибелунги, и, в общем, все на свете вот эти вот герои старшей и младшей Эдды. Огромные просто ресурсы государственные задействованы в пиаре Вагнера в том, что они названы лучшей, самой боеспособной армией в мире. Сергей Александрович Марков не стеснялся в выражениях и как бы не сдерживал себя в эмоциях и в эпитетах. Самая боеспособная армия в мире, ни много ни мало, это та вот группировка, которая воевала за Солидар, и, как мы сейчас выясняем, даже до конца его еще не взяла. В промышленной зоне Солидара сидят по-прежнему украинские подразделения, и, собственно, бои за Солидар прекратились. И поэтому складывается все-таки ощущение, что эти бои были приурочены к некому такому как бы пиар-вплеску, вбросу в информационное пространство. Масса ресурсов, которые очевидно просто ассоциированы с официальной пропагандой администрации президента, тоже дико пиарят ЧВК Вагнер. А Министерство обороны сначала все на него набросились, потому что Министерство обороны посмело, то есть Министерство обороны, Генеральный штаб, посмел не упомянуть в своем коммунике о боях за Солидар, это самое ЧВК Вагнер знаменитое, и сказал, что десантники обошли там с севера, десантники обошли слева, все обиделись. Обиделись вплоть до того, что стали конючить просто, а как это еще назвать, в публичном пространстве. Нет, у нас пытаются отобрать победу, мы пытаемся, у нас пытаются, мы покрыли себя славой, а у нас эту славу пытаются забрать. Сразу хочу заявить, что вот только мы одни, и никто больше не помогал. И все прям говорили, Пригожин полетел в Питер, а в Питере Путин тоже прилетел, у них сейчас будет встреча, у них будет встреча. То есть человек, который просто накрывал столы когда-то Путину, и Буша, известная фотография, там, что он склонился, подливал Бушу водочку. Ну ничего, в этом нет такого постыдного, естественно, это нормально, принимать там у себя дома в своем ресторане, наоборот, высокий уровень личного доверия со стороны российского президента, да, и американского тоже. Если американская система безопасности доверилась этому ресторану Пригожинскому, если там они решили, что их там не отравят президента, первое лицо, или что-нибудь с ним не сделают, то значит, как говорится, они полностью просветили, полностью проверили Евгения Викторовича и всех его сотрудников, а иначе это было бы просто никак невозможно. Так вот, значит, он летит, и прямо сейчас у них будет встреча и судьбоносная. И накручивали, и накачивали. Я прямо так видел, как сидели в каких-то кабинетах кураторы информационной программы, говорили, давайте накачивать и накачивать. Их задача была в том, что царь, то есть Путин, обратил внимание на эту ситуацию. Но Путин обратил внимание по-другому. Путин же не до конца, как бы, он же все-таки не безумец, чтобы разрушать то государство, которое является его основой. Он, понятно, позволил поунижать шайбу в публичном пространстве, поунижать военных, потому что военные являются единственной серьезной системной угрозой всей этой власти силовиков, олигархов и так далее. Потому что армия – это единственная структура, которая имеет доступ к оружию самой большой мощности, которая имеет доступ к военным подразделениям, и никакие, конечно, контрразведки не смогут до конца контролировать то, что там военные между собой думают и о чем они между собой переговариваются. Хотя, естественно, думаю, огромные силы брошены на это. Поэтому армию, тем более в ситуации, когда другие политические институты разрушены в стране, разрушены парламенты, его не существует. Государственная дума – это клоунада, это театр марионеток. Понятно, там никакие представительства социальных групп или народа нет. Ну, может, нет. Там, наверное, есть представительства бюрократии и разных кланов бюрократических, силовых, олигархов бюрократических. Но социальные группы там никак не представлены, народа там нет. Совет Федерации – ну, просто консультативный такой орган, где как бы все решают свои лоббистские вопросы. Ни законодательные собрания местных, региональных, ни местных уровней. Ничего не существует. Не существует этого ничего. В этой ситуации, естественно, те конструкции, которые органично являются частью государства, а это управленческие, административные институты, это армия, это органы внутренних дел и силовые, значит, органы госбезопасности. И это системный бизнес, который связан с государством, связан с государством не просто там выплаты налогов, а заимствованием денег из государства, является так называемым образующим. Они, собственно говоря, и начинают между собой смотреть, кто из них главный, кто из них заходит к папе, как они говорят, кто не заходит к папе. Шойгу является человеком непотопляемым, практически непотопляемым. Шойгу пришел из советской эпохи. Шойгу – это единственный политик в России, который начал еще, достиг уровня министра, когда Владимир Владимирович Путин был советником Собчака в советское время. Шойгу является одним из основателей партии власти. Напомню, он именно был, вот это, значит, единство, это он, собственно, создавал, понимаете, и так далее. Он возглавлял министерство чрезвычайных ситуаций, краткий путь биографии. Огромный неконтролируемый институт, который проник во все поры государства, в каждом регионе имеет свое отделение, свое представительство, который имел самолеты, которые пересекали государственную границу, стоило где-то там что-то загореться или где-то там что-то тряхануть, как туда сразу летели самолеты МЧС, и которые, естественно, никто никогда не досматривал. А потом Шойгу еще возглавил министерства обороны и подмял его под себя, под свои кадры. Но вот здесь начинается, мне кажется, разгадка Вагнера. Еще раз говорю, я не открываю никакие тайны, потому что никакие тайны меня не интересуют. Я не хочу ничего знать. Но нельзя запретить мне думать и нельзя запретить мне и моим зрителям, то есть вам, дорогие мои зрители, где вы ни находились, вместе со мной размышлять. За 90-е, 2000-е годы на фоне Абхазской войны, Приднестровской войны, Первой Чеченской войны, Второй Чеченской войны, Грузинской войны возникли самостоятельные, когда распадалось все, когда армия, внутри армии зарплаты были просто абсолютно нищенские, и содержать военный себя не мог, если не занимался бизнесом, не был связан с какими-то группировками, подрядами, не занимался нелегальным бизнесом, как это было в Чечне, в ходе двух чеченских войн, с помощью нефти, с помощью оружия, с помощью еще там чего-то. А им просто были никем, звали бы их никак. Возможно, вот те 200 тысяч офицеров, которых уволили из армии в период с 2008 по 2012 год, это как раз и были те самые, кто не занимался ничем и не был связан ни с какими околовоенными структурами, коммерческими или криминально-коммерческими. Так вот, на этих контактах образовались, естественно, устойчивые сообщества. Вот предположим себе, начиная с Афганской войны, в России постоянно раскручивали ВДВ. Войска дяди Васи, никто кроме нас, голубые молнии, там, что там еще, зона особого внимания. Реклама просто невероятная. Я ничего не могу сказать. У меня есть друзья, близкие десантники, выпускники Рязанского училища. Это без исключения. Храбрецы там, герои, кирпичи ломают, мины ставят, можно подкрасться, могут подкрасться, там, не знаю, решить любой вопрос, взорвать, убить, зарезать, перерезать, отступить и сделать вид, что это не они. Ну, такая у них работа. Но понятно, что это вспомогательные подразделения. Они вспомогательные, где бы то они ни были. Десантные части являются не частями прорыва, не теми частями армейскими, которые сидят в окопах и там воюют неделями или месяцами на линии фронта, не теми, чья задача, условно говоря, допустим, решить вопрос на окружение. Это части быстрого реагирования, так называемые аэромобильные части, вот украинское название, мне кажется, гораздо более точное, чем воздушно-десантное. Ну, аэромобильные, да, вот они, а в США это вообще бывает кавалерийские, они называются кавалерийские, то есть вертолеты, старые кавалерийские подразделения, которые когда там гонялись за, значит, индейцами, их, как правило, вот в это переформатировали. Вот их задача куда-то выбрасывать, там, допустим, решать какой-то вопрос на местности, уничтожение штаба, террор и парализация тыла, захват аэродрома, гастамеля, как это было в начале войны, когда их выбрасывали, значит, на гастамели, они понесли очень большие потери, и когда летели, там, на вертолетах, и когда там попали под удар, потом на этой гастамеле, где их выкинули просто в чисто поле практически. Вот это их задача. Но пиар, который им устроили последние 10-десятилетия, он неадекватен. Такое ощущение, что это вообще главные и самые лучшие части нашей армии. Нет ни летчиков, ни танкистов, ни тех, кто выносит на себе всю тяжесть любой войны, мотострелков или пехотинцев по-старому, понимаете, которые составляют большую часть любых подразделений, которых учат тому, чему не учат десантников, которых учат работать, взаимодействовать с танками, с тяжелой артиллерией, учат прорывать укрепрайоны, чему не учат десантников, учат штурмовать лобовые, там, не знаю, укрепления. То, что называлось в вермахте панцир-гранадерская тяжелая пехота. Тяжелая пехота, вот основа любой армии. Где вы слышали, что вам кто-то пиарил тяжелую пехоту? Нет, голубые молнии, десантники ВДВ. И вот эта группа, вот этого раскручивания десантников, которые на самом деле сыграли большую роль в локальных войнах, в Чеченской первой войне, где надо было бороться не с государствами воевать, не с огромными армией, а в принципе с не очень большими отрядами, которые локализовывались путем там заброски, где-то удачной, где-то неудачной, в горах, там Аргунское ущелье или еще каких-то подразделений. Вторая Чеченская война, где тоже там пехота, вот это, мотострелки надвигались такой волной, там неся потери, а десантники тоже несли потери, там 6-я рота, но их-то туда выбрасывали, там где-то, они решали какие-то свои локальные задачи. Сложилось ощущение, что это главное подразделение вообще. И понятно, что десантники, которые уже не были в армии, или десантники, которые в армии, их всех связывало между собой 2 августа, День ВДВ, куда и Арханжемаль ходил тоже, который тоже носил эту голубую тельняшку, понимаете, полученную им когда-то, значит, Мукачево, там, в той бригаде, которая потом Кыровская стала называться в Украине в советское время. Особая каста, особая каста, которая связана с бизнесом, который ведут бывшие десантники на воле, то есть вне армии, одновременная армия. И мне кажется, что вот эти вот, а им противостояли системные, кадровые, разного рода военные. Военные, которые не являются, собственно, выходцами там из Рязанского училища, а которые закончили там какое-то общее войсковое училище, или танковое училище, или там являются артиллеристами, ну, чем-то таким, что, как говорится, тяжело продать в лихом блокбастере, где артиллеристы же не прыгают там с парашютов, из самолетов, и с криками «Кия!», не ломают шею там, понимаете, какому-нибудь часовому. Артиллерист это тот в грязи, по колено в грязи, перемещается, постоянно окапывается, как известно. 90% жизни артиллериста это копать землю, окапывают землю, стреляют, тяжелая работа, постоянно барабанные перепонки, романтики никакой нету, понимаете? Это тебе не ножи метать там и саперными лопатками кого-то избивать. Чего ж, какая романтика у танкистов. Танкист живет вообще на поле боя до тех пор, пока его, как говорится, не заметили и в него не прицелились. Современные танки поражаются с высокой долей вероятности. Вот я думал, что образовались просто в армии такие две группы, которые связаны были, одна была связана с армией, собственно говоря, с адспез-подразделениями, а именно десантники пополняли с собой разного рода ГУ, ГШ, РФ, бригады, Одинцовские там, всякие бригады, Восток, Запад и все такое прочее, все, что там покрывало себя героической славой, значит, во время Чеченских войн и во время Грузинских войн, все эти ямадаевские структуры и все такое и так далее, и так далее, и так далее, которые возглавлял генерал Кизюн, которому, правда, посадили в грудь две пули, что нам говорило уже тогда о конфликте, когда около Белого дома, убивали Руслана Ямадаева, попали в одновременно в руководителя бригады спецназа, значит, развед, генерала Кизюна, и, как говорится, убийц так никто и не нашел, как мы помним. Вот это сложилось. Это сложилось, и сейчас происходит ситуация, когда Валерий Герасимов, начальник генерального штаба, генерал, который, если посмотреть на его биографию, прошел полный путь от командира взвода, он, по-моему, танкист, если не меняет память, танковый у него был, у Герасимова, кто меня, поправьте, если я не про, до, значит, вот этого всего, в советское время, значит, командир там роты, батальона, высшее военное училище, значит, команда имени Фрунзе, и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до, значит, его карьерного роста. 8 лет он ждал в 90-е годы, от полковника до генерал-майора, в общем, рабочая армейская лошадка, и к этому, и еще параллельно, Валерий Герасимов умудрялся писать стадии и книги о современной войне, которую, в том числе, и многие западные эксперты, военные, считают вкладом в развитие военной науки, допустим, система ведения гибридных войн, теоретически описанная Герасимов. Это никакая не закрытая информация, эта информация, значит, вполне открытая, она публикуется, поэтому мы это вполне, значит, можем, собственно говоря, и, вот могу даже вам тут показать, вот, значит, бриф пишет, сейчас, секундочку, мы прямо скрин возьмем, смотрите, раз, похоже, военный комитет резвят усилия современных Герасимов, еще в 14-м году Герасимов писал, в современных условиях возникновения кризисной ситуации возможны защиты и дни, и даже часы, в свою очередь, требуют практически немедленной реакции военно-политического руководства, задействуя не только вооруженных сил, но и ресурсов почти всех министерств и ведомств, в этой связи, для обеспечения консолидации усилий федеральных органов в основной власти, первостепенное значение приобретает налаживание четкого рецентрализованного управления компонентами военной организации государства, государства, а не какой-то непонятный ЧВК Вагнера, понимаете, государства, если Вагнер это часть государства, то он обязан подчиниться просто генеральному штабу и министру обороны, как известно, национальный центр управления обороной функционирует и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я лично уверен, что вот всегда так было, что во всех такого рода конфликтах системные институты они брали верх, брали верх и подчиняли себе несистемщиков. Так было и в Третьем Рейхе, когда расправились со штурмовыми отрядами. Так было и в советской истории, когда, значит, расправились с разного рода анархистскими и лево-эсеровскими подразделениями, там, ВЧК в том числе. Так было в годы революции, так было в годы всяких смутных и так далее исторических моментов. Поэтому и здесь будет то же самое. Сейчас там вот все горюют. Вот у Вагнера отберут там все и перед подчинять от армии. Почему отберут-то? Отберут, но не распродадут же, понимаете, как распродавали имущество военное. Отберут и, наверное, кому-то подчинят там и так далее. Говорят, вот сейчас назначили нового командующего ВДВ. Кстати, это интересный момент. Говорят, он не десантник. Это личное подтверждение моей интуиции о том, что на самом деле это конфликт между двумя системными группами, опирающимися на выходцев из специальных подразделений, которые имеют отношение к ВДВ, или к ДШБ, к спецподразделениям, которые сложились внутри армии, армейского пространства в особую касту. Особую касту, связанную с бизнесом. Тоже выпускников, которые ведут, выпускники Рязанского или других училищ там, Новосибирского, которые находятся за рамками этого всего, но они как бы все десантуры, все вместе, понимаете, голубые. А их конфликт как бы системной армейской бюрократии, общевойсковой, артиллерийской, там, не знаю, штабной и так далее, конфликта, по сути, сущностный, кто победит? На храпом взять не получилось, потому что у этих спецподразделений, у такого условного глобального Вагнера, условного глобального ВДВ, ставка была только на одно, что папа, он же царь, увидит и скажет, не, ну ничего, не надо там их трогать, не подчиняйте и так далее. Но он так не сказал. Он так не сказал. Он сказал, он, наоборот, похвалил Генеральный штаб. Я, честно говоря, не сомневался, что так дальше будет. Но не значит, что он бросит Пригожина своего верного человека на кому-то на растерзание. Нет ничего подобного. Он просто скажет ему, Женя, занимайся теми вещами, которые тебе поручены. И не пытайся стать министром обороны. Да, конечно, мы назначили все время Сердюкова, не имевшего ни малейшего военного образования, никакого опыта руководства политическими структурами. Шойгу, кстати, тоже не имеет военного образования, но он, по крайней мере, руководил огромным министерством, которое требовало в том числе системных подходов в своем руководстве МЧС. А Сердюков ничем. Пригожин прецеденты есть, поэтому почему Пригожин не может стать министром обороны, непонятно. Может, его явно толкают на эту позицию. Но, во-первых, Шойгу, как говорится, собаку съел на политических интригах. Недаром этот человек уже 30 лет находится на самом верху власти. Выше него в политических сторонах только Путин, фактически, вот так вот, если разобраться. И, конечно, это многих удручает и ужасает. А если в прошлом году, в 21-м году, когда были выборы в позапрошлом, Шойгу явно демонстрировался как преемник, лидер списка номер один России, значит, единой России, и все. Потом, как бы, начало СВО, оно резко его акции, конечно, понизило вниз. Говорят, там были и драмы, и разного рода недоразумения. Но сейчас, если вдруг будет успешное наступление, я не знаю, будет, не будет, война, такое дело, где уже, как говорили в одном неплохом романе, уже, как говорится, божий суд. Большое сражение, как говорили в средние века, это всегда божий суд. Как бы ты к нему не подготовился, всегда есть какие-то факторы, которые на большом сражении скажутся, не исходя из твоей подготовки или твоей гениальности, а исходя из судьбы. Снег пойдет не так, в лицо будет бить ветер, там, я не знаю, дизентерия охватит солдат твоей армии, лучшую гвардейскую часть и так далее, и так далее, и так далее. Погибнет вестовой, там, потеряв пакет или рация сломается или не расслышит кто-то что-то. Божий суд. Чего хочу я? А чего ты хочешь Шевченко задать мне вопросы? Ты Шевченко враг. Я хочу мира. Я хочу, чтобы эта бойня закончилась. Я хочу, чтобы эта бойня закончилась. Я хочу, чтобы это смертоубийство закончилось. Я хочу, чтобы перестала литься кровь русских, украинцев, татар, бурят, башкир, чеченцев и так далее. Я хочу, чтобы это прекратилось. Я хочу, чтобы капитал, который делит богатство моей родины, который не смог это сделать с помощью государств, а теперь это делает с помощью армии, которые превращены фактически в его инструменты частные военные компании. В каком-то смысле и украинская армия это частная военная компания, и российская армия это частная военная компания в каком-то смысле, потому что получают они все равно от бюджета, который наполняется за счет действий, деятельности госкорпораций и разного рода глобального бизнеса, понимаете, который фактически является хозяином всего этого. Это правящая элита, они служат. Классово, любая армия является классовым инструментом, как говорил Ленин. Армия Красная являлась классовым инструментом народа, классовым инструментом диктатуры пролетариата, трудового народа. Армия Буржуазная, царизма, ей является армией инструментом царской власти, аристократической империи. Армия Буржуазная, Белая Армия, например, ей являлась инструментом капитала, там, британского, английского капитала, который восстанавливал свои позиции на утраченные позиции после революции на территории бывшей Российской империи, большая часть которой ему принадлежала. Понимаете, в чем дело? Поэтому, безусловно, они будут продолжать это все, пока не поделят. Не поделят ядерную энергетику, не поделят аммиак, не поделят соль, не поделят марганец, не поделят железо. Вам они будут говорить, что эта борьба идет за свободу, демократию или за традиционные ценности, против этих ЛГБТ, или за свободу либеральную, за НАТО, или против НАТО. На самом деле она идет не за это, она идет за обладание марганцем, ураном, энергетикой, железом, никелем и так далее. Поэтому каждому из вас решать, хотите ли вы за это умирать. Многие люди готовы на контракт, мне скажут, Максим Ильич, а что такое? Ну, контракт заключаю, иду в армию, как вот тысячи лет назад там Ланскнехты шли, ничего, вон Бертольбрех написал целую пьесу «Мамаша-кураша и ее дети». Да, эта пьеса антивоенная, но если как бы посмотреть вот так вот со стороны, там даже есть какие-то и привлекательные моменты в жизни Ланскнехта. Или вот мой любимый писатель современный Борис Канафальский, его серии «Инквизитор» про такого Рауп Риттера, значит, Ланскнехта эпохи Столетней войны. Потрясающая книга, тоже там многое раскрывается психологически и разные аспекты. Кто не читал, обязательно прочитайте эту серию «Инквизитор». Это очень интересная, глубокая, содержательная вещь. Видите, Ирина, знаток, молодец, хорошо так называемую армию. Они уже российской армией называют так называемой. А война в очеред, кто-то воюет или просят два копа, а вы, Ирина, хотите в атаке ходить, но крепленные позиции? У вас такое желание, у вас дети есть, вот пусть ваши дети идут, или, может, ваш любимый идет туда на эти пулеметы, на эти мины. Пусть он туда двигается. Чего вы, Ирина, лезете? Куда баба лезет без всякого харассмента? Советовать, как войну вести. За своих переживайте, мужчин. Если вы такая воинственная, посылайте своих мужчин в первые ряды. Пусть они идут, и пусть вам потом они вернутся, либо, как говорится, на щите, либо со щитом. Если вы такая римлянка, прямо, и считаете, что Герасимов плохо войну ведет. Если вам нужны горы мяса и якатомбы крови. Ишь-то какие, понимаете ли. У нас женщины теперь тут, да я думаю, это не Ирина никакая. Я думаю, это под женским псевдонимом, как у нее сидит, там молодец, понимаете. Тоже в какой-нибудь пиар-конторе. Ну вот так вот, друзья, собственно говоря. Теперь второй важный момент. Умер Вахтан Кикабидзе. И для меня это лично огромное горе, вот чисто человечество. Мне говорят, Кикабидзе, он, значит, там Россию критиковал, за Украину был. Ну, я вам скажу так. Я лично отделяю актера от образа, который он оставил. И горюю я. Я не был знаком лично с Вахтангом Кикабидзе. Про него разные, значит, говорят там разные люди, лично как про человека. Для меня умер Мимино и умер доктор, как его звали, Гонта из великого фильма Данелия «Не горюй». Великий фильм, когда у вас плохое настроение, друзья, когда вам горько на душе, когда вы не знаете что, посмотрите этот старый фильм «Не горюй». Послушайте, как сидят они, как там Леонов, так есть там вторая роль Леонова, когда он встречается, значит, с ним. Это фильм о человеческом достоинстве, о том, что «Не горюй» в любой ситуации, когда рядом с тобой уходит смерть, когда девушка, которой Анастасия Вертинская играет, хочет выйти замуж по любви, ее возлюбленного убивают на ее глазах. А она умирает сама при родах. И отец этой девушки говорит, давайте, давайте, собирайтесь на мои поминки. И эту песню однажды русский генерал вдоль Кавказа проезжал, и грузинскую песню по-менгрельски напевал. Умер человек, который именно это для меня символизировал, как обиды. Я ничего не знаю, не хочу знать про его отношения с Саакашвили. Ничего не хочу знать, где живут его дети, в Канаде или еще где-то, об этом много сейчас там пишут, или в Лондоне. Я ничего не хочу знать об этом. Я хочу вспомнить Вахтанга и Кикабидзе, потрясающего, великого актера, который оставил нам такие теплые, такие человеческие образы, что забудут люди его политические взгляды. А эти его образы на экране всегда останутся. И скажу откровенно, что он для меня был большим актером и большим образом. И умерла еще Инна Чурикова, друзья. Инна Чурикова тоже великая, великая актриса. Уходит все, это вот как будто переворачивается на фоне этого СВО, переворачивается целая страница эпохи. Все, меняется все, меняется государство и уходят лица, люди, которые составили нам образы, по которым жили целые поколения. Скажем им огромное спасибо. Инне Чуриковой, ее образ Жанны Д'Арк, помните, «В огне бруды нет», потрясающий совершенно фильм. Вахтанге Кикабидзе. И в общем, она, Чурикова, сыграла такие роли, и такая ее интонация осталась на экране, звучать, которая стала частью нашей культуры, и частью нашего языка, и частью нашего способа говорить друг с другом. Поэтому проводим этих замечательных, великих актеров, совершенно потрясающих актеров, Инну Чурикову и Вахтанге Кикабидзе, проводим их аплодисментами, потому что я не знаю, как еще можно относиться к ним. И, пожалуйста, не слушайте, вот все, кто будет говорить про то, что они, значит, там были плохими, они были плохими, посмотрите, какими они были, посмотрите, какая вот улыбка Мимино. Это Чурикова, значит, в роли Жанны Д'Арк. И, в общем, вспоминаем ее роли, значит, ее игру, когда она тот самый Мюнхгаузен. Еще раз, не надо судить актеров по тому, кем они были в жизни. Про Евстигнеевы говорят, что в жизни он был очень негодяйстый человек и такой с дурным характером. Ну а на экране он оставил такие потрясающие моменты, эпохи и интонации, и истории, которые забыть нам невозможно. Последний момент, который до ваших вопросов хотелось с вами обсудить, законы о предателях. Проломили Клишиса, который сначала выступал, будучи все-таки кадровым юристом, конституционалистом, против того, чтобы лишать людей, значит, там гражданства и всячески наказывать. Но я смотрю, тема эта зреет. Тема эта зреет. А так как из России уехало более миллиона человек по политическим мотивам, кто в знак несогласия со всем этим, кто потому что не хотел участвовать в этом смертоубийстве и идти на мобилизацию, и поступают предложения их лишать всего. Имущество, квартир. Что если люди где-то там выступают и что-то говорят, не то, что покажется тем, кому нравятся их квартиры, их машины, то их можно всего этого лишать. Уже я смотрю в Государственной Думе, в некоторых фрациях, к сожалению, из фракции КПРФ, это тоже звучит, определились такие. Я называю это просто попыткой публичного доноса. Знаете, вот все время в моем любимом романе «Тиль Улленшпигель» там описывалось действие инквизиции испанской эпохи, значит, фламандской войны за независимость. И там была такая тема, что доносчик получал там процент за донос на того, кто выступал против государя или против церкви. То есть мы возвращаемся, очевидно, в такое варварское средневековье. И при этом я говорю это без интеллигентских каких-либо таких ужимок. Как же так мы возвращаемся? Я просто констатирую, мы возвращаемся. Представительские институты общественного, значит, какого-то участия в бюджетных или политических вопросах в России уничтожены, дискретированы, их просто больше нет. Парламенты никаких уровней, включаясь Государственной Думы, не играют этой роли, не имеют этого значения. И все фракции в этих парламентах, все депутаты этих парламентов, это просто придворная, как говорится, такая комарилия, которая изображает из себя какие-то там разные политические партии. А по сути, как сказал Володин точно, мы все, они одна партия, понимаете, все они работают на одно дело. Поэтому они не представляют разные группы населения, этого нет. А что в России строится? Вот тут я недавно общался там с какими-то, значит, ребятами, которые там из военных, и они мне говорили, Максим, ты не понимаешь, мы строим, это ОМОНовцы, мы строим, знаешь, в России касты общества. Вот я, допустим, воин, я всю жизнь только воюю, я принадлежу к касте воинов. А кто-то там вот занимается бизнесом, он принадлежит к касте торговцев там, да? А кто-то там, попы, например, принадлежат к касте, значит, этих самых там попов, которые задухованы отвечают. А кто-то там правители, каста правителей, значит, тоже там, значит, есть, которые вот отвечают за то, чтобы все было государством. Ну и так далее. Кто-то слуги, кто-то слуги, говорю, а вот я, допустим, за что отвечаю? Мы, интеллигенция, за что отвечаем? Ну, я не знаю, за что вы отвечаете. Ну, вы отвечаете, но я не знаю, за что. Ну, за что-то, за то, чтобы интересно было. Вот это они строят. Это такое неокорпоративное государство эпохи постмодерна, корпоративистское даже, точнее, государство, в котором люди разбиваются по корпорации своего отношения к капиталу или к государству. Эти корпорации подменяют собой те институты, которые возникли в период нового и новейшего времени, которые являлись результатом упорной борьбы народов и целых обществ за свои права. Еще понятия права человека больше не существуют. Нет права человека. Вот сидишь ты, допустим, актер, у тебя корпорация актеров. Поэтому можно изгнать из МХАТа прекрасного актера Назарова, который что-то не то сказал, взять и выгнать из корпорации. Корпорация будет определять. Корпорация журналистов, корпорация актеров, корпорация дворников, корпорация омоновцев, корпорация ФСБшников, корпорация военных. Вот конфликт между Вагнером и Министерством обороны, законы, корпоративный закон. Поэтому законы о предателях, которые они хотят принять, это, собственно говоря, в той конструкции того общества, которое они тут создают, этого корпоративного общества, где не будет никаких выборов, не будет никакой свободы печати, зачем это надо. Человек сам себя осознает как личность, философия у них такая, связан своим делом или контрактом с государством или с бизнесом, исполняет определенную роль охранник, телохранитель, сотрудник силовых структур, военный, бизнесмен, банкир и так далее. И вот эти вот корпоративные государства, которые восходят к вертикали наверху, который стоит вождь, он же император, это и есть настоящее и будущее России, которое они созидают. Возникает вопрос, во всех фашистских государствах, где строились корпоративные системы, были политические институты типа партии, там фашистская партия в Италии, или НСДАП в Германии, или КПСС, допустим, в Советском Союзе, которые отвечали за политическую составляющую. Но понятно, что политическая партия, как субъект политического пространства, это всегда угроза. Поэтому ее тоже будут, наверное, убирать. Останет чистая корпорация. Я еще в начале всего этого дела, около феврале, январе прошлого года, год назад, рассуждая о происходящем, говорил, что больше всего это напоминает схему, которую профессор Салазар построил в Португалии, когда, собственно говоря, он заявил, что западная демократия – это лживая совершенно машина, и тут я не могу не согласиться с ним, это лживая машина, которая действует в интересах капитала, но тут надо только добавить – капитала в случае развитого общества, который в том числе распределенный в так называемом среднем классе, в интересах в основном которого и действует буржуазная демократия. Значит, пролетарская классовая борьба Салазар тоже ее не любил, потому что, собственно, в Португалии и классов-то, классов пролетариата не было, а искусственно создаваемое коммунистическое движение, она опиралась не на промышленность, а, в общем, непонятно на что, на политические институты, и всегда прозревалось, что является просто, значит, секретной службой третьего интернационала, там, Коминтерна. Вот Салазар создал такую систему маленькой Португалии, маленькой, по черну, Португалии, находившейся на периферии Европы, в стороне от больших событий. Да, рядом с Испанской войной, и Салазар очень аккуратно поучаствовал в этой Испанской войне, Салазар поддерживал отношения с Британией и с Германией во время войны, сумел даже на Второй мировой войне на горе всей Европы заработать, потому что Португалия обладала полезными ископаемиями, которые были так необходимы воюющим сторонам, она продавала это и туда, и туда, а в Лиссабоне, здесь целые фильмы на эту тему сталкивались разведкой. И просидел этот профессор, который был истовым католиком, жил там со своей домохозяйкой, посвятил всю свою жизнь своему португальскому государству, у власти лет 40, по-моему, если не больше, около 40 лет. И вплоть до того, что им даже газеты печатались в конце, чтобы его не расстраивать, чтобы он из этих газет специально для него узнавал о том, как все существует в созданном им государстве. Это был его идеал корпоративного государства. Армия была согласна, спецслужбы были согласны, все были согласны, и как ни ищи никаких особых злодеяний, да и фашизма особого в Португалии, собственно говоря, не было. Некая идеальная структура. Но чем она отличается от России? Тем, что Португалия маленькое государство, практически мононациональное было, в которой было легко за счет католической церкви и за счет этих вертикалей управления небольшим народом это все контролировать. В России же ситуация будет катастрофическая совершенно в ином смысле. Корпоративное государство в России, которое, как всегда, у нас обезьянничается, то есть копируется с Запада, оно будет строиться в интересах правящей верхушки и правящего капитала. Правящий капитал, в силу того, что он не развивает никакие внутренние силы экономические, политические. Вот я вчера с одним бизнесменом тоже беседовал. Он мне говорит, Макс говорит, скажи мне, вот как быть, почему они вообще не думают о бизнесе? Почему им плевать на свободный, нормальный бизнес, который платит налоги, работает в стране? У нас сокращается, значит, там объемы производства, сокращается база, значит, на которой мы живем. Люди уезжают из страны, говорю, потому что им на вас насрать просто-напросто. Вы им не нужны. Как не нужны? А зачем вы им нужны? Они зарабатывают с ренты. Они получают газ, получают нефть, получают лес, получают уран, получают палладий, получают там никель, получают еще... Все это вывозят за границу, им не важно куда. Ну, лучше, конечно, на Запад, чтобы ездить в Куршавень. Но и на Хайнань тоже нормально будет отдыхать бизнес-классом или на Мальдивах, понимаете? Они вот для себя открыли Дубаи и Мальдивы. Тоже неплохо, как говорится, с Куршавелем завершили, значит, но то же самое Клико, там, 30-летние выдержки могут перевести, или мой это Шандон, и в Дубае, в конце концов, где им не хуже всем будет житься. Вот и все. Зачем вы им нужны? Если вы живете и не выступаете против них, просто выживаете себе, ну и выживаете себе. Если вы сдохнете, они ничего от этого не приобретут, не потеряют. Они живут за счет эксплуатации богатств, природных богатств и вывоза их за границу. А ваши попытки развить горизонтальные так называемые связи, буржуазные, капитализм, во-первых, это для них угроза, для правящей Верховки. Он говорит, как угроза? Ну так, вот смотри, ты инвестируешь деньги, у тебя, допустим, миллиард рублей, активов на миллиард рублей. Это значит, что ты же не будешь на этот миллиард покупать себе тысячу Рос-Ройсов и заказывать там паштеты с соловьиных языков. Нет, ну можешь, конечно, но в целом не будешь. У тебя есть идеи. Ты человек образованный, у тебя там два образования высших, ты закончил это, то, сё. Ты думаешь, как бы мне жить в моей стране, и у тебя в голове рождаются и идеи. Корпоративные государства, их типа, вот, которые строят в России, оно идей не подразумевает. Оно подразумевает лояльность. Лояльность и удовлетворенность своей личной частной жизнью и такой цеховой корпоративным с таким существованием. Понимаете? Если у тебя возникает идея, вот, идея там о правах человека, о свободах, если вдруг тебе хочется, чтобы вот в твоем городе, где ты живешь, тебе, конечно, говорят там, слушай, что ты лепишь там, живи кем-нибудь в горках восемь. Нормально, у тебя там всё есть, там, всё там тебе построили, там, всё там, вот тебе дом богатый, вот тебе там ещё чего хочешь, вот тебя охраняют, у тебя ФСО, там, ФСБ и МВД на этой трассе в Рублёвском шоссе. Чё тебе надо? Приезжаешь в Москву, ну, чё тебе в Москве делают? Живёшь за городом, у тебя отдельная страна, своя, которая как бы живёт параллельно. Нет тебе чё-то надо. Ну, предположим, тебе надо. Пусть им ты думаешь, как же так горожане, как они будут жить, как они будут влиять на бюджеты. Вот тут-то ты становишься угрозой. То есть получается, что бизнес, который не связан с государством, который сам может, то есть свободный капитал, инвестировать и зарабатывать ресурсы, при этом не стоя на коленях перед государством. Нет, все, конечно, бизнесмены приопускаются на колени перед налоговиками, ФСБшниками, прокурорами, следователями и так далее. Чуть-чуть все приопускают. Но, допустим, вы приопустились, но не до конца. У тебя есть деньги, есть идеи. И ещё таких есть 100 человек рядом с тобой, твоих друзей, знакомых, с которыми ты собираешься там, условно говоря, где-нибудь в загородном какое-нибудь имение попить шампанского, погулять и подумать о будущем. Вы уже угроза для них. Вы независимые, обладающие собственными ресурсами, люди с идеями, которые, так как всякий капитал требуют развития, а капитализм, если он не подчиняется корпоративной этой системе, а вам предлагают какое подчинение, вы должны стать членами там единой России. И вот тогда вы включаетесь в корпоративную систему. Если у вас этого не происходит, как у Павла Антова, например, моего коллеги, бывшего из Владимирского ЗАГС собрания, достойного человека, очень умного, тонкого, очень успешного в бизнесе, который странным образом погиб в Индии, выпал из окна отеля, понимаете? Говорятся они стресса, а за три дня до этого его коллега тоже, который там с ним отдыхал, тоже погиб, выпал. Вот он показывает. А до этого Павел Антов высказывался в своих соцсетях, высказывал двусмысленные оценки начавшейся СВО, в том числе даже употреблял выражение, похожее на террористическое, да, вот такие эпитеты употреблял. Потом оправдывался, не он, аккаунт взломали, потому что, естественно, позвонили, наорали, натопали ногами, накричали. Но таких же много людей с деньгами, которые достоинства хотят сами быть лояльными, но в целом хотят влиять на что-то. А им говорят, а вы ни на что влиять не будете. Хотите, отсюда уезжайте, а мы вас все отберем, ваше имущество. Все, что вы заработали, квартиры там, заводы, которые вы построили, стоит вам пикнуть, мы все у вас отберем нахрен. Вы будете никем, вы будете предателями, объявлены врагами корпоративной системы. Тут мы вспоминаем роман Альберто Морайо «Конформист» и фильм Бертолуччи, тоже «Конформист» по этому роману, снятый с Жан-Луи Тритиньяном молодым. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Примерно об этом же самом, как итальянская фашистская корпоративная система выдавливает из себя людей, там, профсоюзный деятель, журналист, которые начинают думать как-то по-своему, не подразумевается. Всех коснется. Давайте ваши вопросы, вопросы, вопросы. Так, давайте сначала, первое у меня такое правило, первые десять вопросов, сначала стримы, те, кто пришел первыми, а потом, значит, в конец чата иду, поэтому уже сразу в конец чата. Так, а вот, почему так медленно? У меня такой вопрос, первый вопрос, почему так медленно по завершению СВО, слушайте, это не шахматная партия, когда можно взять, перевернуть наглую шахматную доску и сказать все, как Остап, помните, там, в Осюках завершил. Это вот теперь война, это такая грязь, это яма, в которую быстро и легко упасть за один день, там, наговорив не ведь что по телевизору и двинул войска, а выбираешься потом из этой ямы в крови, в дерьме, с военными преступлениями очень долго. Кто победит, тот и будет потом судить военных преступников. Победит одна сторона, значит, другая сторона будет военными преступниками, победит это, другие будут военными, или как после Первой мировой войны объявят некое гарантии непродолжения, отсутствие разных там ГААК-трибуналов. Никто же не судил ни Вильгельма, ни командующих проигравшей австро-венгерской или турецкой армии. Нет, НВРа Пашу пытались судить англичане в Стамбуле за геноцид армян, но ничего не доказали и не судили его. Тут как раз НВР стал вступать еще, значит, в КПБ, вступил, был у него такой момент. Поэтому СВО, я думаю, еще протянется года 2-3, это минимум. Почему Франция так себя ведет и тем самым дает возможность США поставлять истребители в Турцию? Ну, она не дает возможность, она не может воспрепятствовать, а как она может воспрепятствовать? Американцы сами поставляют, а американцам как раз очень интересен конфликт между Турцией и Францией, который будет развиваться, потому что им это как раз то, что надо. Объясните простым языком, как можно освобождать народ Украины, правильно кушать живые дома? Ну, война такое дело, всегда попадают по тем, кто не носит оружие, и в основном гибнут гражданские на войнах. Так, еще давайте вопросы. Ну, там разные рассказывают, что я из Днепра, два взрыва. Какая разница, сколько было взрывов? Вообще это ни на что не происходит, ни на что не влияет. Так. Странный вы человек, Шевченко, у вас вроде левый взгляд, а сами с капиталистом первые ликдет за душевные разговоры. Какие у меня взгляды, Михаил Бертина, это я сам определю. Я владею левым анализом, марксистским анализом, владею, достаточно неплохо. Но я владею и правым анализом, поверьте, корпоративистским тоже, как говорится. Я понимаю философские школы левые и правые. Я свободный человек. Я дружбу в этой жизни ставлю выше всего остального. Дружба и любовь, наверное, вот так вот скажу, понимаете? Леван Первели – глубокий человек, мой друг. Я сам буду... И у меня есть друзья с разными взглядами, которые со мной не согласны. Мы с ними разные. Но эти люди – мои друзья. Знаете, почему они друзья? Потому что они в трудную минуту показали себя, как друзья. Были рядом. Допустим, когда хоронили Архана Джемаля, его носилки несли разные люди. Там нес армянин, христианин – его друг. И это мой друг. До всегда. Мне все равно, как какие-нибудь взгляды на карабахскую проблему. Понимаете? Нес там таджик. Он капиталист. Но он мой друг. Потому что он был в трудную минуту. И многие другие. Поэтому я вам представляю интересных людей. А левый я... Или не левый? А кто тут левый? Зюганов, что ли, левый? КПР ваша левая? Левая. Эти слова ничего не значат больше. Они больше ничего не значат. Вот есть конкретная повестка. И под эту повестку мы определяемся. Идет империалистическая война. У вас какое отношение к империалистической войне? Положительное. Поэтому неважно, левый вы или не левый, вы поддерживаете империалистическую войну. Отрицательное. Неважно, правый вы или не правый, вы против империалистической войны. Вот так вот мы это. Михаил Бертина. Будем. СССР не вернется, как и Римская империя. Вот только миллионы людей вообще не скучают по Римской империи. Вы что, смеете, что ли? Римская империя – это главный миф Западной Европы. Когда даже восстанавливали, когда Европейский Союз создавали, я помню, в Шпигеле огромный был номер, посвященный истории Единой Европы. От Римской империи идет миф Единой Европы. Миф Единой Европы. Потому что Римская империя считается золотым вехом. А потом золотой век Карла Великого, который восстановил единство Римской империи и как бы создал новую Римскую империю. Конечно, это их главный фон. А СССР? СССР вы просрали. Просрали раз и навсегда. Отдали, мы отдали СССР. Мы не использовали его потенциал. Мы пошли на поводу партийной бюрократии, омерзительной, лживых мерзавцев, которые, сохранив свое преимущество, из коммунистов стали капиталистами под видом коммунистов. Некоторые, а некоторые просто стали капиталистами даже и никем еще не скучают. Поэтому, что они скучают? Ну, скучайте. И по подохшему тушканчику тоже, может, некоторые скучают. Понимаете? У меня вот два попугайчика были, когда мне было 15 лет. Иногда я вспоминаю у них, какие они были симпатичные, как я по ним скучаю. Вы вообще за подход политический скучают. Максим, почему Вагнер, который... Что за профессиональные войска не дает вам жить спокойно? Что за профессиональные войска? Что значит главный ведь результат? Что за профессиональные войска? Кто его финансирует? Кто ему оружие поставляет? Что вы сами в это верите? Это подразделение российской армии. Не может быть иначе. Которое в виде эксперимента, возможно, перевели частично на финансирование. Но никаких денег, которые зарабатывает Пригожин, не хватит для того, чтобы покупать тяжелые боеприпасы. Боеприпасы для Града, для ураганов там и тяжелые танки. Понимаете? Прорыва. Не хватит никаких кейтерингов. Ничего не хватит таких денег. Никаких месторождений в ЦАР. Поэтому не оболейте дурака. Это часть военной бюрократии, которую сейчас подчиняют другой военной бюрократии, штабной. Я за то, чтобы в стране была одна армия. Одна армия, которая является частью государства и общества. А не армия, которая является частью государства и общества. И еще одна армия, которая не является частью ни общества, ни государства. Непонятно, кому подчиняется. И еще называется частной. На хрена мне надо, вот вам на хрена надо, чтобы десятки тысяч людей, которые называют себя частными контрактниками, не подчинялись единому командованию России. Поэтому, что вы лепите нерв? И главное, еще себя, как говорится, накручиваете. Здравствуйте, звук. Здравствуйте, звук. Да, здравствуйте, звук. Так, Шевченко, расскажите о Рахимове, что рассказать? Такой угрюмый был бывший партийный секретарь, который неожиданно вознесся до вершин хозяина мощной экономической автономной республики в составе СФСР. И стал это все раскручивать. Сын его Урала, по-моему, в розыске находится. А почему Путин поехал на его похороны? Ну, тут что-то, наверное, Рахимов поддержал Путина в свое время, в начале его пути, потому что это отечество вся России, там Рахимов, Шамиев были ключевыми людьми. И он, поэтому, естественно, Путин помнит добро. Те, кто ему когда-то его поддерживал, он не забывает, он человек понятийный, живет по понятиям. Мне нечего о нем рассказать. Какой-то был хан, который там, когда он был жив, его превозносили до небес, понимаете ли? Там прессовал татар в Башкортостане, записывал их башкирами, татары сами на это жаловались, по крайней мере. Увеличивал всяческий численность башкир. Вот и все. Что еще сказать? Слушайте, Макс, я вас удаляю. Если вам не нравится мой звук, я вас блокирую. Все, до свидания. Так. Когда вы вступили, Максим, когда вы вступили за пацанов с Тиньковым? Ну, потому что беспредел был, понимаете? Просто использование Следственного комитета крупным бизнесом. Был беспредел. У меня тогда был еще СПЧ. Не выиграя войну, целенаправленная работа глобалистов, запугать, убить, выработить. Особо украинцы народ свободолюбивый. Макс не верит. Я верю в то, что украинцы свободолюбивый народ. Я верю в украинцев, как свободолюбивый. Если вы свободолюбивый, тогда поднимайтесь за независимую, незалежную, вольную Украину, которая управляется народом, а не пятью олигархами и шестью ворами в законе, и двое из которых были арестованы позапрошлым месяцем. Ну так, задержаны на время. Так. Добрый вечер, Максим Иванович. Читаете, кто-то из русских ответит за события СВО? Нет, я думаю, что они будут вымирать. Были тут Гордон сидел с каким-то евреем. А, с Невзвинным. Они рассуждали, я делал отрывок о том, что Пригожин еврей, и Мишустин еврей, и все евреи. Какая разница? Так, ну давайте дальше. Вагнер, что вы давно в России, вашего друга Архана убил он. Не знаю это, должны определить следователи, кто убил моего друга Архана. Но кто-то ведь его убил, кто-то его убил. Кому я не нравлюсь, ветер перемен, до свидания, сразу отправляюсь. Сразу отправляю. Сразу отправляю. Так, давайте, ладно, в конец перематываю. Тут у нас поступили несколько донатов. Вопросы, выделенных цветом. На них я до них докручу, чтобы, значит, ответить на них обязательно. Я немножко болел в последние дни, поэтому мне тяжело, честно вам скажу, долго говорить. Берегите себя, Максим Леонардович. Спасибо большое. Спасибо вам за ваше пожелание. Я говорю это не потому, что я часть какой-то пропаганды. Ни в коем случае не хочу. Даже если будут звать, не пойду на телевидение или еще куда-то. Я говорю просто потому, что я живу, и мне мучительно больно за то, что происходит на моей родине. В России и в Украине. И Россия, и Украина – это моя родина. Это моя родина. Нам хотят как-то разделить. Ну, разделят. Капитал ведет эту войну. Так, вот. Здравствуйте, Максим. Ранее вы говорили, что считают, что это война, это сговоры между РФ, США и Китаем. Считают так сейчас? Спасибо, Павел, Минск, Израиль. Павел, спасибо за ваш вопрос и спасибо за... Да, я считаю, что это так. Просто РФ не справилась. Просто объясняю вкратце, какая была ситуация. Китай и США договорились между собой о том, что между ними прямой войны не будет. Но они делят мир в конкурентной борьбе. Не в смысле у них сговор. Сговор в том, что войны прямой не будет между Китаем и США. Но конкуренция будет экономическая, глобальная, задоминирование и так далее. Есть Западная Европа, которая является либеральным центром мира и финансовым центром мира. Есть Британия, которыми понятна более-менее их роль в этом мире. Но есть Россия, роль которой была непонятна. Для того, чтобы создать третью точку в этом мире, они попросили Путину, предложили им, сделай нечто, чтобы подняться и быть такой некой самостоятельной фигурой, а мы тебя там поосуждаем. Вот в частности, допустим, с Украины. Затей вот это вот все. И предполагалось, что Путин победоносно все это сделает в 22-м году, в феврале. И, честно говоря, ни Вашингтон, ни Пекин не ожидали, что это вот пойдет так, как пойдет. Они не ожидали, что разведка доложит не точно, ресурсы выделит не те, какие надо, колонны пойдут без боевого охранения, без прикрытия с воздуха, что все договоренности с Медведчуками и так далее в Украине сорвутся. Они охерели от этого, на мой взгляд, просто. Но это не значит, что они отменили это все, потому что задача остается прежняя. Россия не может быть частью ни Западной Европы, принадлежать ей, ни частью Китая. Она должна быть некой самостоятельной центром силы, которую уже, вот на этом сходнике Больших Паханов, уже как бы ей уже предлагают поддержать либо этого, либо этого. Она черная дыра. В ней нету инсоциализированной системы элит, которая была бы частью Западной элиты или частью Китайской элиты, с которой можно было бы договориться. Абрамовичи и так далее не считаются. И толпы равинов, литваков и хасидов, которые сидят в России, это тоже не элита западная. Поэтому от Путина хотели только одного, чтобы он сделал нечто, реально поднял в виртуальном смысле, конечно, Российскую Федерацию с колен, чтобы они сказали, да, это круто, да, это самостоятельный центр силы, это как бы вот Москва, это ого-го как. Поэтому я так и считаю, что они этого хотели, им это надо, потому что это понятно, это дает миру стабильность. Ну а то, что все это затянулось на год, на два, на три, ну это, конечно, не очень здорово, потому что это заставляет менять некоторые планы, но в целом-то ничего не меняет. Вот в Западной Европе Россия разорвала свои связи, отлично. Для Америки это прекрасно. Цены на газ высоченные. Это значит, что сланцевый американский газ, сжиженный, в Европу продается рентабельный стал. То есть уже Вашингтон говорит Владимиру Владимировичу Путину огромное спасибо за то, что вы сделали для нас, для нашего счастливого американского детства. Для Китая тоже хорошо. Ресурсы России идут по дешевке в Китай и в Индию. Тоже страны Третьего мира открылись. Поэтому худо-бедно, со скрипом, с большими потерями и моральными издержками, но задача-то решается, которую Вашингтон и Пекин поставили перед Москвой, стать третьим центром силы. Да, плохим, да, анфантырибль, да, там, блэк-нуар, но центр силы, центр силы. Поэтому, да, Павел, я так считаю. А если еще они восстановят с Лукашенко, вот вы из Минска, восстановят Советский Союз, ну, союзное государство, то вообще круть будет, а я думаю, что они так и сделают на каком-нибудь очередном юбилею СВО. Какие варианты развития противостояния могут, на Ваш взгляд, быть? Сейчас будет кровавая мясорубка в Украине, ничего другого не будет. Буду благодарен, если поразмышлять я на эту тему, понятно, что нет. Нет, у меня ответы есть почему. Я исхожу из того, что я понимаю интересы крупного капитала, понимаю интересы транснационального капитала и понимаю, что он хочет эманситироваться от национальной бюрократии. Поэтому я думаю, что сейчас вообще рано об этом говорить, до того момента, пока ситуация в Украине не определится. Не определится те, кто терпит поражение, и те, кто не терпит поражение, или какой-то паритет, корейский вариант. Поэтому главное в 2023 году, меня там спрашивают, как вы думаете, война закончится в 2023 году? Нет. Я думаю, что в 2023 году будет кровавое массовое смертоубийство. Огромное смертоубийство с невероятными жертвами, невероятными потерями. Вот так вот. Развитие противостояния. В 2023 году могут новые начаться эпизоды. Как вы думаете, вступит ли в войну Беларусь, если вступила, на взгляд, отразится на войне? Если возникнет союзное государство, то Беларусь так ляче косвенно в войну вступит. Сама по себе Беларусь в войну не хочет вступать. Лукашенко пытается любой ценой избежать непосредственно втягивания Беларуси в войну, потому что он хочет остаться... Ну, во-первых, он понимает, что таким образом война может перейти на территорию Беларуси, а это не то, о чем он мечтал всегда. Это то, что приведет к возникновению сразу активизации его оппозиционных противников, появлению на территории Беларуси белорусских отрядов, которые сейчас воюют в составах СВУ. Большая масса белорусской эмиграции из молодежи в военную возраст может создать какую-нибудь белорусскую армию. В общем, для Беларуси эта война может обернуться катастрофически. Поэтому Александр Григорьевич, естественно, не хочет. С другой стороны, он не может сопротивляться планам, возможным России, об атаках Украины с территории Беларуси, что тем более такие атаки уже были в феврале-марте 22-го года. Но вопрос об участии непосредственно белорусской армии. Я не думаю, что Беларусь ждет что-то хорошее в случае, если она вступит в войну. Если будет союзное государство, то я думаю, что союзное государство – это совсем другая тема. В конце 23-го года все закончится. Любовь ипотека ноль годовых. Но так как у вас ипотека ноль годовых, также у вас такие вот прогнозы есть. Я спрашиваю, Максим, чей Крым? Крым Советского Союза. Крым Советский. Я не поддерживаю распад Советского Союза и не поддерживаю вот эти буржуазные государства. Для меня что Россия, что Украина – это одно и то же, честно вам скажу. Это просто такие лимитрофы, которые возникли в интересах капитала, грабящего богатство бывшего Советского Союза, которые прикрываются национальными суверенитетами, а по сути являются инструментами и плацдармами оперирования транснациональных корпораций на бывшей советской территории. По итогу всех исторических событий мы посмотрим, чей Крым. Кто его отстоит, того он и будет. А сейчас об этом говорить не имеет никакого смысла. Сейчас Крым – это территория России. Шевченко, ты кому желаешь победы? Победой я желаю народу. Я желаю, чтобы как можно больше народу выжило, чтобы по итогам войны народ не стал полностью рабами правящего капитала и военизированных фашистских структур, которые будут действовать в интересах этого капитала. Я желаю, чтобы по итогам войны суд правый, справедливый был и в России, и в Украине, то, чего сейчас нет. Чтобы народ имел хоть какое-то значение. Поэтому если в ходе этой войны вызрит третья сила, которая будет действовать от имени народа, я эту силу, безусловно, поддержу всеми возможными способами. Максим Леонардович, канал «Встречное мнение» выкладывает «нет». Я разрешаю всем выкладывать вырезки. Давно выкладывают вырезки из моих программ. Я сразу говорю, пожалуйста, выкладывайте, распространяйте мои слова, если вы с ними согласны или не согласны. официально можете это использовать в разговорах с Ютубом. Я официально разрешаю брать... Если вы меня поставите в известность, это просто будет вежливо. Если вы напишите мне куда-то на почту или еще куда-то, в Телеграм, в приемной Шевченко, есть такой бот у меня, Макс атакует, что я вот, Максим Ильич, я беру из вашего канала. Я вам скажу, окей. Вы потом эту переписку сможете показать, если к вам вдруг кто-то придет претензии. А так, говорю, пожалуйста, распространяйте, только не монтируйте. Берите как есть. Режьте, но только не пере... иначивайте мои слова. Максим, как вы думаете, к чему придет кризис в Лачинском коридоре? Ни к чему не приведет. Вообще ни к чему не приведет. Лачинский коридор и Варданян, и Пашинян это две руки, две карты, которые разыгрывает Москва. Те, кто говорит, что Пашинян это как-то... Москва недовольна Пашиняном, знаете, что вы заблуждаетесь.